Всем привет! С вами Тома! Мы продолжаем играть в Sims 4 с дополнением Жизнь в Большом Городе в стилистике My Little Pony. И перед нами очень несчастная Коко, которую выдернули в 8 утра из постельки в ее магазин, чтобы немножко здесь кое-что перестроить. Кстати, да, поставила я таки зимний мод. Это уже обновленная версия, и кто ходил на стримы ко мне в субботу, тот слушал мою большую тряду про этот несчастный зимний мод. Вот, автор его полностью переделывал из-за дополнения кошки и собаки. Ну, в общем, вроде переделал, вроде работает, хотя у многих все равно остались ошибки. Например, симы все еще иногда могут не кушать, но уже вроде лучше. Автор советует, что если совсем все плохо, то просто начните новую игру, и тогда все должно точно работать. Но это не наш метод, поэтому я буду надеяться, что у меня все будет нормаленько и так, потому что, ну, как бы новую игру я начинать в любом случае не буду точно. А сейчас я вам покажу, что я тут немножко переделала с нашим бутиком многострадальным. Вот, после чего мы отправимся к Куко домой и будем там тоже готовиться к Новому году. В самом бутике мы, наверное, ничего к Новому году готовить не будем, я думаю. Ну, в плане, а что его украшать, потому что надмечать-то мы дома будем, а не тут, правильно? Правильно. В общем, сделала я, как и хотела, некий внутренний садик. Кстати, денег ушло, ой-ой-ой, больше 10 тысяч, по-моему, я на все это потратила. Сделала внутренний садик с различными тут штуками разными, давайте лучше дневное включу. Вот, ламы, фонтанчик и так далее и тому подобное. Сделала переход во второе здание, так сказать. Ну, это не здание, это то же самое здание. Крыша, в общем, такая же, такая же вот она, симметричная немножко у нас. Во втором корпусе у нас эта комната чисто для семьи Куко. Вот эта дверка закрыта от посторонних посетителей. Вот, и я здесь расположила те предметы, которые могут понадобиться нашей семье, в частности Шерри. Вот, потому что, ну, вы видели, что ребенок устает в магазине, поэтому поставила ей тут покушать, поиграться. Сундук с этими самыми поставила. Долго не хотела ставить горшок в магазин, но поскольку я заперла эту комнату все равно от посетителей, они не увидят наши горшки, поэтому так и быть поставила здесь, да, горшочек. Хотя я не хотела этого делать и перенесла сюда этот диван, потому что, ну, там просто невозможно. Вы видели, они просто, работнички наши просто на него сажаются и сидят такие довольные. Поэтому убрала это непотребство из торговой зоны, чтобы они даже об нем не думали, не сидели себе комфортно, попу не просиживали. В общем, здесь продолжила стену с картинами. Вот, здесь как бы витринные окна, выход в садик. Пока так. Может быть, еще что-то буду делать, но пока на этом я решила остановиться. Ну, я думаю, вместо Куко более чем хватит. Тут еще вот чуть-чуть можно повесить. Ну, так у меня получилось. Мне кажется, вполне миленько. Второй этаж делать не хочу. Хочу остановиться на одном этаже. Так, ну и ночью вот так вот смотрится. Вот, в общем, я старался. Вот в этой комнате, возможно, когда Шерри у нас станет школьницей, мы здесь, возможно, ей поставим еще какой-нибудь письменный стол, чтобы она там делала различные домашние работы, потому что... Давайте сменим контроль на Акиру, вернемся домой сразу. Чтобы, короче, она делала домашку под нашим пристальным присмотром, потому что знаю я, как школьники делают домашку дома сами. Никак ответ на этот вопрос. Вот, ну, короче, ну, сделала комнату для бытовых нужд, но душ я все равно ставить не хочу. Вот душ вообще не хочу ставить, честно. Так, давайте, кстати, пока у нас тут с зимним модом я разбиралась, и была еще одна новость по Симсу. Еще вышел еще один патч, вот, который немножко пересмотрел систему с модами и просто выкинул в инвентарь некоторые моды. Вот тут у меня куча всего. Всякие, вот, помните, мои классные розовенькие принадлежности. В общем, все это выкинуто в инвентарь, потому что все это, походу, не работает. То есть я, допустим, вот если пытаться выставить, видите, оно не видно само по себе. Вот, и такие глюки у меня были с кроватью и с диваном. Соответственно, я не хочу рисковать и ставить эти моды. Ну, точнее, вот отсюда их даже выставить нельзя из инвентара. Из магазина, так сказать, я могу их поставить заново, но я не хочу рисковать, потому что, возможно, тоже покоцает игру. В общем, поставила здесь пока на кухне. Постаралась взять вместо этих вещей вещи, которые... Давайте, кстати, подправим сюда ку-ку. Ну, те вещи, которые игровые, без модов. То есть если такие глюки с этими предметами, наверное, стоит взять что-нибудь более игровое и менее глючное. Потому что, ну, моды, конечно, няшные и красивые, но, как бы, ну, что поделать, если они толком не работают периодически. Так, кстати, зима в Сан-Мишуна очень интересная. В том плане, что здесь не все растения перекрасились под зиму. Например, различные пальмочки у нас так остались зелеными, а не белыми. Но основные растения перекрашены и газонные вот перекрашены в белый. Ну, в общем, в целом такая зимняя атмосфера тоже царит у нас в Сан-Мишуне в нашем. В общем, давайте сначала, наверное, или сразу сначала задекорируем, потом уже будем... Давайте, да, давайте начнем сразу с декора, потому что, как бы, ну, будем считать, что у них там какой-нибудь 20, не знаю, 28 декабря, скоро Новый год. Давайте, раз уж мы начали со стройки, со стройкой продолжим, потом переключимся на режим жизни. Значит, я хочу немножко задекорировать наш зал, наверное. Я думаю, мы будем отмечать Новый год у нас, позовем опять соседушек. Давайте первым делом... Ты встанешь туда? Отлично. Я пока коды не вводила, давайте пока без кодов, а потом, если что, введу код. Значит, елка нам нужна, елка. Давайте я просто вот тут показать все, и тут мы сортировочку сделаем по набору. Сейчас мы быстренько что-нибудь тут нарядим. Отлично. Нам нужна елка, один штука. Ну, я думаю, вот тут она и влезет как раз, да? Наверное, в красно-желтом варианте я ставлю, потому что, ну, желтая елка, конечно, прикольная, но, в смысле, в классической зеленом, потому что белый-синий нам не пойдет. А дальше мы... Вот этот венок, по-моему, слишком жирный. Да, у меня есть более тоненькие веночки. Вот. Но тут есть гирлянды. И, кстати, я еще ничего не украшала, если что. Я украшаю тоже вот в последние дни буквально там... Ага, картину надо переложить пока. Я украшаю буквально... Ну, вот тоже часа 28-го примерно и украшать буду. Короче, в самый-самый последний момент, когда уже дальше некуда. Потому что, ну, в принципе, тоже на стриме объясняла. У меня кошаки дома. А это такие безобразницы. Ач-а-ч-ач. Поэтому они у меня ползают по этой елке взад и вперед. Поэтому нет. Последний момент. Так, подарочки. Вот уже... Как вы думаете, что они купят шерри? Ничего они не купят шерри, подсказка. Не, ну, может, конечно, что-нибудь и купят, но я не знаю что. Кстати, очень классные вот эти снежинки. Можно их на окно повесить. Они, кстати, голубенькие. Есть еще розовенькие, но не... Желтенькие. Не, они, наверное, просто голубенькие. Базовые, точнее, беленькие. Даже не знаю. У меня такое освещение в квартире у них, что я даже не знаю. Давайте вот такие повесим. Так, а сальтом? Вот сальтом лучше. И их же можно повесить. Вверху у нас там панорамные классные окна. А, я думаю... Сейчас мы там тоже снежиночками все украсим. Вот тут вот. Я не думаю, что мы тут будем что-то сильно украшать, кроме окон. Так, шифт надо зажимать, приучать себе. О! Кстати, я никогда вот так не делала, в плане... Никогда не украшала окна снежинками. Вообще никогда-никогда. Но знаю, некоторые делают. Ну и Шерри, конечно, мы тоже... Сейчас тут зимушку строим. Так, а на узкие окна, интересно, влезут? Ну, давайте тут просто по низу так сделаем. Поверху делать не будем. Да, кстати, вы не переживайте, я помню про второго чибика. Все хорошо, я про него помню, но я думаю, что я буду... Его уже, наверное, где-нибудь перед... Точнее, после Нового года заниматься всякими дополнительными... Детями. Кстати, значит, всякий декор у нас еще вот такого плана есть. Но я вот, кстати, хочу вот это повесить. Вот я говорила, что у меня менее жирные венки есть. Вот такие у меня есть. И их вот тоже можно как-нибудь красиво пришпанторить. Они, может, не такие объемные, как тот один большой, но зато их тут нормально. Они как бы вдвоем у нас помещаются. Дальше я, честно говоря, думаю, что я, конечно, поставила им вот этот стол сейчас, но я хочу, наверное, поставить новогодний стол, поэтому этот мой стол пока уберем в багаж вместе со стульями и поставим такой красивый новогодний, потому что вот этот длинный просто сюда, ну, как бы... Я не знаю. Ну, конечно, для, может быть, вечеринки и в самый раз, но как-то нет. Наверное, я хочу, чтобы они вокруг него могли сидеть, а свечечки можно куда-нибудь... Можно куда-нибудь свечечки на стол только можно свечечки поставить. Давайте, может, вот этот цветочек пока тоже в багаж переместим. Э-э-э, жирные свечки у нас. Так, ладно, со свечками мы что-нибудь решим сейчас. Есть еще вот такие, кстати, у меня снежинки. Вот, можно вот так повесить. И можно... Я не знаю, правда, зачем над второй дверью вешать. Но можно повесить и над второй дверью. Ммм, кстати, может, мы еще тогда и веночки вот эти сюда забабахаем. Я, кстати, тоже дома вешаю всякие веночки, сапожочки. У нас хотя и не принято, как бы, да, в России. Ну, в смысле, у нас как бы другие правила, немножко украшения. Ну, мне почему-то нравятся вот некоторые элементы католического Рождества. И я не стесняюсь ими пользоваться. Можете написать в комментариях, как вы пользуетесь чем-нибудь таким или нет. Или только, как это, советский такое Дед Морозище. И что-нибудь там такое. Так, можно нам каких-нибудь обеденных стульев красивых? Ну, ладно, давайте сделаем праздничный стол. Так вот. Так и быть. Может быть, придут к нам соседи. Все-таки. Все-таки придут, чтобы у нас красиво все было. А вот сюда на стол давайте тогда снеговика за... Или оленя. Или оленя, или снеговика. Олень, влезешь? О, олень еще просто целый. Целое олень еще. А снеговика можно тоже куда-нибудь? Хочу еще снеговика. Так, если его сюда. Нет. Ну, можно, конечно, просто бибимуфобжик включить. Ну, давайте мы вот тогда сюда поставим. О, красавчик. Кстати, да, на стриме мы украшали площадку для... возле катка для празднования нового года. Можете тоже посмотреть. мне кажется, очень классно там все получилось тоже. Включила я все-таки бибимуфобжик, чтобы повесить вот эти штучки. Они тоже не совсем достают до стены. Это вообще штучки для камина, наверное, даже. А не, вот можно так. Раз. Вот, так до стены достают. Отлично. Вот, очень красивые тоже штучки. Это мод, если что. И вот такие у меня еще картины есть. Куда бы вас еще засунуть? Ну, вот вроде они даже становятся возле кофеварки. Давайте вставим. Даже если симы не смогут пользоваться этой кофеваркой, я как бы не особо расстроюсь. Поэтому, ладно, окей. Так, ну и, наверное, не знаю, еще оленища есть. Оленища вообще. Оленища-то нам зачем спрашивается? Давайте вот сюда поставим. Если он будет мешать ходить, тогда так и быть уберу его. Вот мы, собственно, и потестируем потом сразу, будет мешать ходить или нет. Ну, еще, конечно, все всякие дрова и прочее, прочее. Но я думаю, нам вполне вот этих вот элементов хватит. Так, у меня тоже что-то красивое. Ну, как-то так. Как-то так висит. Хорошо, ладно. В принципе, я довольна украшением комнаты к Новому году. Еще раз говорю, что вверх я не вижу смысла особо здесь украшать, потому что праздновать мы будем внизу. Так, чисто для зимнего антуражу понавесили. Ну, и хватит, что называется. А основное празднование у нас будет, как и в прошлый раз, вот здесь. Правда, за столом так свечки, кстати, в итоге так и не поставила. Ну что, давайте я попробую поставить свечки. Хотя они, наверное, точно не смогут тогда кушать. Ну, давайте вот в такой опасной близости от картин поставим. Как вы думаете, какие шансы, что у нас это все просто загорится? На самом деле шансы достаточно высокие, особенно учитывая, что вот эти свечки стоят прямую в самой кофеварке. Ну да ладно. Я думаю, что не сделают наши асимы никакого пожара. И, кстати, раз уж мы декорируем, давайте, знаете, наверное, мы еще дальше пойдем и подберем для асимов... Слушайте, Коко пока шла домой, мне кажется, успела, говорит, по дороге в туалет сходить. Или нет? Давайте им подберем наряды зимние и... Вот, кстати, сейчас потестим лестницу. Зимний наряд дополнительный, уличный и наряд для празднования на Новый год. Раз уж я сегодня взялась за... Шерри, красавица. Раз уж я сегодня взялась за всю эту тему, давайте уже доделаем. Давайте начнем с Коко. Сделаю вот ей дополнительные наряды. Сначала, наверное, просто какой-нибудь зимний, потом зимний, уличный и новогодний. Давайте, наверное, чуть покопаюсь сама, а потом покажу вам. Итак, давайте посмотрим, что же у меня получилось. Это осенний вариант Коко. Я решила платье пока оставить, потому что, мало ли, зимний мод будет как-то глючно работать, и мы вернемся обратно на осень. Зимний наряд обычный, длинный свитер, длинные розовые сапожки. Вот такой ми-ми-ми. Колготочки я решила сделать текстурные. Это вариант уличный. Я для нее, можно сказать, да, единственное сделала именно уличный вариант, потому что я таки хочу как-нибудь сходить погулять по зимнему, не знаю чему, там уже Сан-Мишуна в парк, например. Вот. Ну и, в принципе, нашла вот эти моды. Это все моды, это, это, это. И они классные, поэтому я не устояла сделать зимний образ Коко. Такой вот вязаной билеточкой, шарфиком и вот в этом милом пальтечке с сеточкой по низу еще. Вот это вот, которая форму держит. В общем, тоже очень миленько и розово получилось. И наряд на Новый год. Тот же длинный свитер, только другой рекалор красный и олень-ерошки тоже были на стриме. Больно они мне нравятся, такие милые эти олень-ерошки. Вот. Вот такой у нас наряд у Коко. Дальше у товарища Акиры тоже сделаем пару вариаций. Ну, во-первых, осеннюю оставляем пока. Вариант для зимы такой вот с обычным свитерком, а с более теплым свитерком с горлом это если вдруг он куда-то там собирается, я не знаю. Кстати, мне кажется, эти штаны какие-то неправильные. Это, наверное, штаны, которые для пижамы. Давайте-ка я ему поменяю. Ну, давайте тут оставим вот этот вариант. Там, как бы, завязки не видны, поэтому пускай этот будет. Хотя он тоже в разделе брюки, эти вот эти штаны, те с завязками, неважно. Короче, вариант и вот новогодний тоже вариант. Ну, они чуть-чуть там эти завязки торчат, но ладно, я все равно оставлю, потому что вот такого красивого красно-коричневого цвета больше других штанов я, честно говоря, не нашла. Все остальное мне что-то либо по форме, либо по фактуре не нравится, пускай так будет. Так, хорошо, давайте на зимний переключим. Я не знаю, правда, поменяются они при этом... Ну, какой-то поменяет свой наряд, а вот остальные... Так, и Шерри тоже сделала парочку еще нарядов. Наряд чуть более зимний со свитерком из дополнения кошки и питомцы, питомцы, кошки и собаки. И вариант праздничный. Ей, к сожалению, никаких украшений на голову я не качала, какого-то праздничного особого костюма, поэтому, ну, как-то так. Так, вернулись мы в игру, я даже сохранилась. Ну, чё, ты поменяешь костюм, нет? Нет, решила не менять костюм. Давайте и сами сменим костюм на вот этот. Так, ты так и не дошел до еды, я смотрю. А, ну, тебе, кстати, можно сходить в душ, только сначала поесть, ну, да и вообще на работу надо, честно говоря. А есть у нас что поесть? Я не уверена, если в этом доме что-то поесть, потому что я уже не помню, когда я играла. Ну, что-то еще есть, давайте позавтракаем. Вот, и тогда, ну, праздновать мы будем явно не в следующей серии и, наверное, не в следующей серии, наверное, чтобы это было уже на новогодней неделе. Поэтому питание. Коко, покорми ребенка. Играть. Играть, вот все, она хочет играть, а. Я просто не могу с ним. Знаете, пока поделаем, пока деловая теперь хоть. А-та-та-та-та-та-тан. Кира, ты ешь там? Сейчас посмотрим, как все это работает, потому что я сейчас говорю, зимний мод немножко с глюками. Самый малостный. Самый-самый малостный. Поэтому я надеюсь, что все будет работать у нас. Ну, пока вроде работает. Главное, чтобы они ели, а то помнят голодную запастовку. Я такой второй не хочу. Так, Кира ест там. Так, отлично. Сразу прыскаться начало и все остальное. Так, ты красавчик ешь? Да, ешь. Все, отлично. Вроде у нас все работает более-менее, ему на работу. Кстати, сегодня вторник. Сегодня будет фестиваль умникон в очередной раз, если я правильно помню. достичь восьмех уровня в науке программирования. Может, Акира взять выходной? Да и задание у него не начато. Все равно следующее. Хе-хе-хе-хе-хе. Что тебе там по уровню? По уровню у тебя что? Программирование. А, ну, уровень он скоро возьмет. Восьмой. Сколько у тебя выходных? Шесть дней. Хм. Давайте, наверное, сегодня Акира возьмет выходной. Мы сходим на умникон в следующей серии, потому что это мы все декорировали, она уже сейчас закончится. А вот, а вечером после умникона тогда уже и Новый год, наверное, встретим. Как вам такой расклад, как вы думаете? Мне кажется, в самый раз. Что ты, ребенок, плачешь? А, ну да, она простая. Простая совсем. Что случилось? у кошки? Что у кошки случилось? У меня лоток, наверное, убрать надо, я чувствую. Так, Акира, давай ты позвонишь на работу. О, оплатить счета надо. Я забыла. Я забыла, что нам надо оплатить счета. Совсем. Взять отпуск. Вот. Оплати счета и возьми, пожалуйста, отпуск. Так. не утрогай игрушку для питомца. Бедный котенок. Посадить. А, ребенок, да, ребенок. Котенок сказал, я хочу в туалет, туалет грязный. Как мне жить с этой бедой? Хорошо. Так, а счета мы оплатили? Ты оплатил счета? Я не слышала звука цык, но деньги вроде снялись. Нет, не снялись. Это у нас все еще... Это мы столько потратили на украшульки, на всякие. Где плати за аренду? И помойся, наверное. Так, ты убери. Там, убери тут. котенка пищит. Все пищают. Что-то все хотят от меня. Ты на котенку наступила? Что ты воришь? Ай-яй-яй. Просто наступила на котенку. Как ей не стыдно. Так, ребенок, ты до горшка догадалась? Догадалась. Какая молодец. Догадалась до горшка. Что? А теперь что? Что она хоть делает? Смотреть на Carrot Plus. Уж нет, с досугом все плохо. Ну вот, поиграю и помыть ее опять надо. Вообще просто. Вообще, нам ее качать надо. Как вы думаете, если мы ее возьмем с собой на фестивале, она будет там прокачивать что-нибудь или нет? Я даже не знаю. Можно я, конечно, быстренько покупать, пока фестиваль не начался. Ну, как у нас решила мусор выкинуть? А, вот и фестиваль начался. Ну, немножко не успели. Что поделать? Так, ну, я... Акира, Акира, ты рано, ты рано. Гляньте на него. Вот эти наряды, которые там идут, вот эти дополнительные, да, они могут... Опять к нам кто-то идет в гости. Они могут сами выбирать себе костюмы. Что ты рано-то нацепил? Еще не Новый год. Почему ты решил одеть именно Новогодний? Я даже не знаю, почему он это решил сделать. Ну, хочешь в Новогоднем ходить, ходи в Новогоднем. Я даже не знаю, почему ты так решил. Почему Марика к нам пришла? Что вообще происходит в этом доме? Прямо все без моего ведома просто. Куку, кстати, я сама не кушаю. Так, давайте... Что? Ты играешь с ней или нет? Мне показалось, что она в нашем ящике ровется. Нормально Марика так пришла к нам в кампе позависать? Так, эти играют. Эти разговаривают. Да, да, ты общение тоже качает, красавица, потому что тебе там еще вон. Качать и качать. И мышление, и передвижение еще качать. Все ты, папка, понимаешь. Ничего ты, папка, не понимаешь в этой жизни. Все не так, все не то. Интересно, а если вот она хочет поговорить, вот захотела ребенок поговорить, что делать? Кто я такая, чтобы детей отвлекать? Так, Куко уже за кампом сидит. Отлично. Мне кажется, Куко... Мне кажется, игра немножко сломалась. Что это за посторонние люди у нас в доме? Нет, ну, серьезно. Я почему-то ладно Марико понимаю, мы с ней как бы хорошо общаемся. А, это что, сначала Кабир с Ринисуан? Чувачок, ты... Что вы тут вообще... Что вы тут понах... А это что за молодой персонаж? Я такой даже не знаю. Вольфган. Ну, это, наверное, дополнение. мы веселимся вместе. Почему они все прутся к нам? Игра! Прекрати! Что ты делаешь? Ой, я не могу. Мне кажется, нам пора вниз. Короче, давайте отправляться вниз на фестиваль вместе с ребенком. Куко, пойдем, пойдем, ты поиграешь в эти самые... Может, они все из нашего дома уйдут, а? Что такое? Почему фестиваль внезапно перебрался к нам? Давайте мы снимем одежду типа на зимнюю и пойдем куда-нибудь вниз. Так, наверное, Куко стоит попробовать поиграть в эти самые... Да, я сейчас ей дам действия, но посмотрим мы на это действие уже тогда в следующий раз. А, еще не начался, еще твердил. Окей, ладно, тогда давайте сделаем перерыв, как и быть на этой оптимистичной ноте. На том, как Куко просто в шоке от того, что в ее квартиру заходят все подряд. Что эти все люди? Что они делают у меня дома? Почему жизнь со мной так несправедлива? Не, ну правда, просто. Еще и косплеят тут. Науки. Ты у нас с Дартом Моллом заделался? Науки? Да, отлично. О, игра, как всегда, жжет. Давайте сегодня погуляем на фестивале в следующей серии, а на следующей неделе будем уже праздновать Новый год в нашей украшенной квартирке. И, кстати, зимний мод еще немножко остался, но фестиваль явно зимний мод не предусматривает. В общем, надеюсь, эта серия была вам интересна. До встречи в следующей. С вами была Тома. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова